Здесь у нас целая система, с помощью которой мы можем фильтровать воду. Принцип следующий. Когда опустошается одна бутылка, понятно, что её нужно наполнить вновь. Найдя источник воды, этот фильтр поможет её очистить. Министерство обороны уже некоторое время назад разработало рекомендации, что должно быть в тревожной сумке, чтобы продержаться первые 72 часа в случае военного вторжения в Латвию. На семинаре в Рижской Думе её содержимое было продемонстрировано наглядно. В свою очередь представитель пожарно-спасательной службы рассказал, что планируется для создания убежищ. Как следует из опыта Украины, после военного вторжения России, как в Украине адаптировались к ситуации, они нашли решение укрываться в подвальных этажах зданий. Логично, что эти здания построены не для того, чтобы выставить под прямым попаданием, но там можно защититься от осколков снарядов. И пожарно-спасательная служба планирует обследовать все здания, где есть подвальные этажи, чтобы понять, какие из них пригодны для создания временных убежищ. За два часа, который длился семинар, слушатели познакомили и с другой полезной информацией. И вот впечатления посетителей. Самоуправление начинает серьезно готовиться. Это меня очень радует. То, что людей информируют, это уже какое-то время делается. Ничего нового нет. Но хорошо, что они показали содержимое сумки. Как это реально выглядит. И это очень информативно. Вторая вещь, которая порадовала, что они делают стратегически дальше. Что я не узнал сегодня, это что делать после этих 72 часов. Ответа пока нет. Господин военный показал сумку и все предметы внутри. При этом сказал, ребенок или пенсионер, куда же они отправятся, в какой лес. Ну нет же. Ну тогда должно быть ясно, куда призывают идти людей. Я не узнала, где ближайшее укрытие. У меня дома есть подвал, но у него только один выход, а не два. Конкретно этой информации я не узнала. Но я этого и не ожидала. Я хотела получить общее представление, какова общая ситуация и в разных отраслях, и какой план. Сейчас самый большой вызов именно убежище. Это то, о чем я пришел послушать, в каком они состоянии. Рассказали, что между тобой и окном должна быть стена. Принцип двух стен. И значит, любое здание можно приспособить. Кроме того, открыта программа обследования подвалов. По словам вице-мэра Рижской думы Линды Озолы, уже есть обследованные подвальные этажи, которые можно маркировать как временное убежище. Есть ряд школ, которые являются типовыми. И если мы идентифицируем, что в конкретном проекте есть подвальные помещения, которые можно приспособить для убежища, то автоматически это будет относиться и к другим образовательным учреждениям. Обязательно будут результаты в течение этого года. Мы планируем промаркировать какую-то часть этих мест. Будут ли это все места, которые потенциально могут стать убежищем? Скорее всего, нет. Это за один год мы сделать не сможем. Рижская дума планирует провести еще семь семинаров по гражданской обороне. Информация, когда они состоятся, появится на домашней странице самоуправления Рига ЛВ. Там уже доступна запись первого семинара в разделе «Гражданская оборона». Галина Солодовник, Ивар Жипицкий с РУСЛСМ.